ВОЗ и ныне там. Жители Экибастуза продолжают мерзнуть в своих квартирах. Теперь стали получать еще и баснословные счета за электроэнергию. Но экономить на обогревателях они не могут. Ведь у многих дома дети и старики. С момента аварии, которая произошла на теплосетях в ноябре, экибастузцы никак не могут согреться. Согреться невозможно ни дома, ни на работе, говорят жители Экибастуза. В некоторых квартирах температура едва доходит до 10 градусов. Четыре школы все еще находятся на дистанционном обучении из-за несоответствия температурному режиму. По факту у нас все абсолютно так же. Тепла нет, свет мотает, воды нет. Условий вообще, то есть в студии у меня тоже холодно. В любом случае, то есть погреться негде. Готаре еле-еле теплые. С начала января мы живем в полухолодных квартирах. Жители кричат о помощи, однако местные власти заявляют, что проблема находится под контролем. Сейчас, по их данным, в ремонте находятся четыре котла-агрегата. Власти ставят перед собой цель выйти на шесть работающих котлов и два резервных к концу февраля. Говорят, что план выработан. Однако полноценные подачи тепла мешают последствия аварии. Подача воды доведена до нормы. Произошло закупоривание труб. Поэтому в некоторых квартирах все еще холодно, заявляют специалисты. Акционеры экипостов теплоэнерго заказали технический аудит полной системы теплоснабжения. Сама система теплоснабжения – это очень-очень сложная, по себе многоуровневая система, при которой любые изменения, переподключения, либо увеличение даже диаметров каких-то магистралей и так далее должны быть сделаны только после четкого расчета технического. Все еще ведется ремонт в пострадавших квартирах. 160 квартир, доложили в Акимате, полностью восстановлены. Установили там новые батареи. Сейчас по Акимастузу проведены временные надземные тепловые и водопроводные сети. Их необходимо опустить под землю, чтобы не допустить новых аварий, говорят местные власти. Во время ликвидации ЧАЭС, во время ликвидации ЧАЭС на тепловых сетях было попадание определенной грязи, смешивание и так далее. Мы закачивали ее на станцию. Почему? Потому что мне хватало технической воды, химической очищены. То есть это было вынужденное мероприятие, так как нельзя было останавливать станцию. На выходных Акимастуз посетил вице-премьер страны Роман Скляр. Он подверг жесткой критике работу генерального директора Павлодар Энергова Дима Лесина и потребовал его увольнения.